Астан, как Вы считаете, можно ли ситуацию со смежностью и травматизмом на дорогах назвать нарушением или угрозой прав человека? На мой взгляд, в любой сфере, где государство не очень-то хорошо справляется со своими обязанностями, со своим функционалом, как минимум, можно назвать ситуацией, угрожающей правам человека, поскольку государство — это тот самый первый субъект, который должен обеспечивать эти самые права человека. А на Ваш взгляд, кто несет ответственность за эти нарушения? Ну, если смотреть системно, то, опять-таки, на мой взгляд, тут очень большая роль, большая ответственность со стороны государственных органов. Но если рассматривать, естественно, каждый конкретный случай, то тут уже каждый водитель автотранспортного средства, он несет ответственность за свои действия на дороге. На Ваш взгляд, можно ли отметить усилия ответственных государственных органов по преодолению смертности и травматизма? Усилия, конечно, можно отметить, но тут скорее, ну, лично для меня становится другой вопрос, насколько они, эти усилия, эффективны и приносят результат. Как мы видим по опубликованной статистике, к сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий не сократилось, количество погибших или получивших травм в результате ДТП тоже. Поэтому мне кажется, что тут скорее следует говорить об эффективности, и эффективность — это не совсем на хорошем уровне. На Ваш взгляд, почему не работают меры по ужесточению ответственности? Мне кажется, что меры по ужесточению ответственности даже не столько в этой сфере, а глобально вообще в любой сфере не могут работать сами по себе, потому что ответственность — это то, что человек переносит после того, как он совершил то или иное правонарушение. Нам, скорее, на мой взгляд, кажется, что нужно очень сильно работать над профилактикой, над превенцией совершения дорожно-транспортных происшествий. И последний вопрос. Каким Вы видите выход из ситуации? Выход из ситуации, мне кажется, что опять-таки нужно применять такой многопрофильный какой-то подход, который предусматривал бы не только жесткие санкции, но и работу с населением, увеличение какой-то пропаганды безопасного движения, пропаганды альтернативных источников передвижения. То есть, на самом деле, в мире достаточно много примеров, каких-то способов и решений, как можно справиться и снизить количество дорожно-транспортных происшествий, не только путем ужесточения санкций. Мне кажется, что этот опыт можно перенимать и Абхазии в том числе.